в этой части мы продолжаем работу приступаем к выполнению рукава для полотна рукава я набрала 48 петель из них 46 это петли узора и 2 кромочные и теперь мы распределим петли по узору и провяжем два дополнительных ряда сейчас мы кромочную снимаем далее провязываем 2 изнаночные 9 лицевых это петли 1 раппорта снова 2 изнаночные далее 9 лицевых это петли 2 раппорта и так мы вяжем до конца ряда заканчиваем распределение петель и после последних 9 лицевых провязываем 2 изнаночных для симметрии узора и кромочная изнаночной первый дополнительный ряд провязали работу переворачиваем 2 вяжем как смотрят петли кромочную снимаем над лицевыми петлями лицевые а над изнаночными изнаночные и так мы выполняем до конца ряда мы провязали два подготовительных ряда и приступаем к выполнению первого ряда раппорта нашего узора кромочную петлю снимаем далее 2 изнаночные накид затем 2 вместе лицевой за заднюю стеночку петли 5 лицевых следующие 2 петли вместе лицевой за переднюю стеночку накид мы провязали петли 1 раппорта и повторяем 2 изнаночные накид 2 вместе лицевой за заднюю стеночку петли 5 лицевых 2 вместе лицевой за переднюю стеночку петли накид 2 раппорт готов и так продолжаем вязать до конца ряда мы заканчиваем выполнение первого ряда я выполнила накид и теперь 2 изнаночные и кромочная первый ряд готов работу первого переворачивая 2 и все изнаночные ряды вяжем как смотрят петли кромочную снимаю над лицевыми выполняем лицевые накиды над изнаночными петлями выполняем изнаночные и так мы провязываем все изнаночные ряды сейчас мы с вами приступим к выполнению 3 ряда раппорта и хочу обратить сразу ваше внимание на то что начиная с этого ряда мы будем выполнять равномерное прибавление для расширения полотна рукава выполнять прибавление в начале и конце ряда сейчас я кромочную снимаю и методом кручения добавляю одну петлю в начале ряда а далее продолжаем вязать третий ряд узора 2 изнаночные 1 лицевая накид 2 вместе лицевой за заднюю стеночку далее 3 лицевые затем следующие 2 петли вместе лицевой за переднюю стеночку накид 1 лицевая 1 раппорт провязали теперь 2 2 изнаночные 1 лицевая накид 2 вместе лицевой за заднюю стеночку 3 лицевые 2 вместе лицевой за переднюю стеночку накид 1 лицевая 2 раппорт провязали так продолжаем вязать до конца ряда заканчиваем выполнение 3 ряда довязываем 2 изнаночные и не забываем сделать прибавление в конце ряда точно также методом кручения добавляем одну петлю конце ряда и после нее провязываем кромочную третий ряд готов 4 как смотрят петли перед тем как приступить к выполнению пятого ряда я маркером отмечу кромочную предыдущего ряда том ряду который мы сделали первое прибавление добавленные петли в изнаночном ряду я провязала изнаночными в лицевом это будет лицевые кромочную петлю снимаем добавленная петля лицевая и петли 1 раппорта 2 изнаночные затем 2 лицевые накид 2 вместе лицевой за заднюю стенку 1 лицевая и 2 вместе лицевой за переднюю стеночку накид и 2 лицевой за заднюю стеночку 1 лицевая и 2 вместе лицевой за переднюю стеночку накид и 2 лицевые и так мы выполняем до конца ряда изнаночный ряд как смотрят петли приступаем к выполнению 7 ряда кромочную петлю мы снимаем добавленная петля лицевой далее 2 изнаночные затем 3 лицевые накид следующие 3 петли провязываем вместе лицевой за заднюю стеночку снова накид и 3 лицевые первый раппорт выполнили теперь 2 2 изнаночные 3 лицевые накид 2 вместе лицевой за заднюю стеночку и прошу прощения 3 вместе лицевой за заднюю стеночку накид и довязываем 2 раппорт 3 лицевые так мы вяжем до конца ряда 8 изнаночной как смотрят петли я закончила выполнение 1 раппорта в высоту и сейчас мы приступим к выполнению 2 раппорта и в первом ряду сделаем следующее прибавление для расширения полотна рукава сейчас кромочную петлю снимаем и также методом кручения добавляю одну петлю вначале ряда затем следующая петля лицевая и вяжем первый ряд 2 изнаночные накид 2 вместе лицевой за заднюю стеночку затем 5 лицевых 2 вместе лицевой за переднюю стеночку накид так мы провязываем до конца ряда в конце ряда прибавления заканчиваем выполнение первого ряда 2 раппорта я довязываю последнюю лицевую и делаем прибавление также методом кручения набрасываем добавленную петлю на правую спицу и заканчиваем ряд кромочную второй ряд мы провязываем как смотрят петли при этом добавленные петли провязываем изнаночными мы с вами начали выполнять второй раппорт высоту нашего узора и я хочу показать как правильно отсчитывать ряды для прибавлений маркером я обозначала ряд где мы делали первое прибавление вот кромочная петля это предыдущий ряд в котором мы делали прибавление то есть через две кромочные вот сейчас я маркер с этой петли снимаю 1 2 на третью кромочную перемещаю то есть прибавление мы будем делать в каждом шестом ряду и так мы продолжим работу на необходимую длину я продолжила работу и выполнила полотно рукава с равномерными расширениями до 76 петель длина рукава нас 30 сантиметров а ширина получается 36 2 рука выполним немножко иначе во втором рукавчики полотно ажурной вставки я связала на высоту 12 сантиметров далее у нас идет цветочный мотив и также основную часть рукава я выполнила нерегулярной сеткой сейчас мы с вами посмотрим как правильно вшить рукав рукав который полностью я выполнила ажурным полотном это левый рукав нашей кофточки и начинаю я его пришивать от плечевого скоса часть полотна выполнена нерегулярной сеткой эту часть также сетка я присоединю одной половинки рукава а вторую половинку просто пришью я маркером обозначила центр рукавчика и сейчас маркер я убираю ниточку в углу я отдела подхватываю петлю завожу рабочую нить и дальше буду сшивать следующим образом подхватывать кромочную петлю в полотне спинки и также петлю полотна рукава делать стежочек снова кромочная петля и петля полотна кромочная петля для полотна и так мы пришиваем половинку нашего рукава далее мы с вами приступим к выполнению внутреннего шва рукава складываем рукавчик полотном изнаночной стороны вовнутрь мне остался хвостик ниточки от набора петель и теперь я завожу за петлю с противоположной стороны иголочку и делаю первый стежочек далее ввожу под перемычку с одной части с одной стороны рукава и теперь под перемычку с противоположной стороны то есть вот у нас одна кромочная петля и 2 между ними перемычка подхватываем и делаем стежочек дальше снова вот одна кромочная петля 2 хорошо видно перемычка и подхватывая снова откуда ниточка у нас выходит мы подхватываем уже следующую перемычку и делаем стежочек точно так же с противоположной стороны хорошо видно перемычка подхватываем и делаем стежочек и так мы прошиваем по всей длине рукавчика учиться вот такой аккуратненький внутренний шов мы продолжаем работу и на наших цветочных мотивов которые ранее мы выполнили спицами я хочу на некоторых крючком запомнить серединку и сейчас на этом цветочке мы посмотрим как правильно выполнить серединку от каждого лепесточка у нас вот хорошо видно центральная лицевая петля с любой из них можно начать работу сейчас я ввожу крючок под самую нижнюю петлю и с этого места мы начинаем обвязку захватываю рабочую ниточку выполняю одну воздушную петлю подъема и затем 3 воздушные петли по узору далее ввожу крючок уже под петлю центральную следующего лепесточка и провязывая столбик без накида затем снова 3 воздушные петли немножко разворачиваем и уже следующий лепесточек вот она нижняя петля завожу крючок и также выполняю столбик без накида далее 3 воздушные петли следующий лепесточек точно также завожу и выполняю столбик без без накида далее 3 воздушные петли разворачиваем получается в первую петлю следующего лепесточка и также провязываем столбик без накида и теперь 3 воздушные петли и мы смыкаем в кольцо нашу серединку и сейчас 1 2 3 4 арочки мы выполнили и последнюю арочку воздушную петлю подъема завожу крючок и выполняю соединительную петлю мы сомкнули в кольцо теперь начинаем обвязку наших арочек выполняю лепесточки завожу крючок под первую арочку и выполняю еще одну соединительную петлю далее 1 воздушная петля подъема затем один полустолбик 5 столбиков с одним накидом в эту же арочку выполняю еще один полустолбик и один столбик без накида мы связали один лепесточек повторим под следующую арочку сначала провязываем столбик без накида затем полустолбик 5 столбиков с одним накидом в эту же арочку еще один полустолбик и столбик без накида провязали два лепесточка всего из 5 остальные три выполняем точно также мы заканчиваем обвязку серединке все лепесточки я обвязала и выполняем соединительную петлю воздушную петлю подъема и посмотрим что у нас получилось вот так выглядит наша серединка по желанию такие серединки вы можете выполнить на всех мотивах или же избрана на некоторых для того чтобы завершить работу нам необходимо выполнить обвязку выреза горловины частично я ее уже выполнила впереди а также на спинке и сейчас мы с вами посмотрим как правильно писать в обвязке мы будем чередовать 5 столбиков без накида и пико из 3 воздушных петель вот после очередного пико сейчас я должна провязать 5 столбиков без накида выполняю 1 2 3 4 5 затем выполняем 3 воздушные петли и соединительную петлю для пику и продолжаем снова 5 столбиков без накида 1 3 4 5 и снова пико из 3 воздушных 3 воздушные петли заканчиваем выполнение пико соединительной петлей и далее снова 5 столбиков без накида 1 2 3 4 5 и затем пико вот так получается вы можете выполнить обвязку любым другим способом сегодня мы с вами научились вязать красивую интересную кофточку размер которой 44 48 я желаю вам творческих успехов вам покажем нашим покажем нашим видео вот так как вам нужно использоваться в заключении что вы можете заменить и так вам обязательно но я буду еще разобрать вы можете поменять соединительную реакцию из 3 2 5 и затем вот так и у меня года наверное сейчас было поздно я